Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова в программе 13 минут с генеральным продюсером. И сегодня мы будем встречаться с Юрием Петровичем Солдатовым. Для этого мы приехали на территорию нашего основного предприятия, метровагон МАШ. И начнем нашу встречу здесь, в цеху номер 217. Вперед! Юрий Петрович, здравствуйте! Спасибо, что пригласили нас встретиться здесь, на территории завода. А мы, с своей стороны, хотим подарить вот такой фирменный наш календарь на 2012 год. Спасибо! Спасибо большое! Очень приятно! Юрий Петрович, ну что, провожайте нас, показывайте! Юрий Петрович Солдатов. По образованию инженер-механик. 47 лет проработал на заводе. Прошел путь от конструктора ММЗ до технического директора, заместителя генерального директора и председателя совета директоров метровагон МАШ. При его непосредственном участии были созданы новые поколения вагонов метро и рельсовых автобусов Яуза и Русич, которые и сейчас эксплуатируются во всем мире. Юрий Петрович награжден орденами, является лауреатом государственной премии, а также почетным гражданином Матищинского района. Он представитель династии машиностроителей, женат, в семье двое детей и внучка. Увлекается футболом, хоккеем, лыжами и коньками. С друзьями еще по институту каждый год выезжает на рыбалку, и этой традиции уже 53 года. По характеру общительный, компанистский, но в работе требовательный и жесткий. При этом люди для него превыше всего. Жизненное кредо – верить всегда в лучшее будущее. Юрий Петрович, ну вот мы в вашем родном кабинете. Вы здесь отработали несколько пятилеток, как вы сами говорите. Да, 20 с лишним лет я руководил инженером и службами заводом. У меня были подчинения конструктора, технологи, строители, снабжение, производство. Все было подо мной. Юрий Петрович, давайте на схеме просто. Это вот генплан завода нашего. 78 гектар земли сегодня. Ограничение Ярославским шоссе, железная дорога Ярославская, улица Колонцова и улица Фронза. Это вот наша площадка этого завода. На этом заводе у меня работал дед, отец, брат, я, брат и жена, моя жена, мой сын. Мы у нас как бы династика, около 200 лет мы все отработали на этом заводе. Сегодня мы практически перешли полностью на новые виды продукции. Особенно в области метровагоностроения и рельсовых автобусов. Это нас и меня лично очень радует. Вот когда вы заканчивали свою карьеру на заводе, он тогда назывался уже метровагон МАШ. Сейчас мы видим на этой схеме, что есть два предприятия. Метровагон МАШ и ММЗ. Сегодня идет специализация производств. То есть есть ММЗ, он работает на оборонку. И есть метровагон МАШ, который строит вагоны. Здесь и старая территория, где построили 115 лет завод. То есть вот это историческая часть. А это все корпуса новые. Это построили буквально период перестройки с 90-х годов. Юрий Петрович, ну вот от некоторых жителей Мытищинского района я слышу, что завод, грубо говоря, загибается, перестает работать, зарплаты низкие. Практически развалили градообразующие предприятия. Ну, в отличие от таких заводов, все же наш завод остался не только на половую. Он сегодня, по метровагоностроению, основного продукции нашей увеличение в два раза. Как минимум производства. То есть стали увеличить производство вагонов в два раза. Сегодня. Ну, уже вот в этом году и в следующем году. То же самое по оборонной тематике. Ну вот вы всю свою жизнь отдали производству. Никогда, по большому счету, не занимались политикой. Почему вдруг, в данный момент времени, вы решили возглавить инициативную группу, которая организует движение за стабильность и развитие? Потому что годы перестройки, которых я прожил, меня, конечно, очень оскорбило, что мы многое потеряли. Мы потеряли людей, сократилось производство, уволяли. Я был в этом кабинете, практически мы занимались и уволением людей. Это было очень больно. Поэтому сегодня, когда наступил такой период, когда снова поднимаются голоса те, которые когда-то рулили, и Немцовы, они же раньше управляли этим. И мы получили этот развал и страны, и целой страны. Поэтому мы не могли остаться не участниками этого события. И, конечно, решили, как бы, не в прямом смысле, поучаствовать в политике, но именно сказать свое веское слово, как понимающий и жизненный опыт, и понимающий производство, и перспективы развития завода, и в целом машиностроения, которое сегодня требует, ведь не случайно наши руководители сегодня уже, понимая, что на нефти и, как говорится, газе, далеко не уедешь. Сегодня нужно комплексное развитие страны, а страна, наша промышленная производство, должна быть преобладающей. Кто входит в состав инициативной группы? В нашу инициативную группу входят разные люди. И производство, я как производственник. Есть социальная сфера, здесь и культура. Вот директор нашего театра. Здесь и воспитатели, и студенты. То есть самые разнообразные направления. То есть нас жизненные, все, что есть сегодня в нашем районе. Юрий Петрович, ну вот вы сказали, что в состав вашей инициативной группы, кроме того, что входят представители разных социальных групп, еще и разных возрастов. Как так получилось, что и молодежь, и среднего возраста люди, и пожилые люди, они все вместе? Ну, потому что сегодня в городе идет комплексное развитие. И занимаются нас и молодежи, и досуги, и спорт, и культура. Дворец культуры замечательный. И детский театр. Театр есть Огнева. Ну и, конечно, производство все вместе создает вот этот гномерат. Детские сады лучшие от нашего завода, детские сады лучшие в городе. Здесь и плаватели, и бассейны. То есть воспитание идет от детского сада до... То есть и молодежь всегда... Почему сегодня направление такое, что молодежь стоит на позициях стабильности и развития. Потому что они видят, что только в этом возможно получить дальнейшую профессию и как-то продвинуться по жизни. Юрий Петрович, ну вот не означает ли слово стабильность, застой, какую-то стагнацию, как это было в 70-х, например? Нет. Сегодня народ грамотный. Поэтому сегодня вот это выступление передовых рабочих, особенно интеллигенции, нас радует. Я считаю, что эти выступления здравые, которые сегодня... И я бы сказал, вот последние выступления, вот по телевизору вчера, даже и те, которые были непримиримы, вот даже Хакамада, и то она вчера уже говорит, да, надо объединяться с точки зрения по тем направлениям, которые сегодня нас объединяют. Юрий Петрович, вот вы как опытный производственник, как считаете, что-то создать, построить, развить, вот это происходит быстро или на это все-таки необходимо какое-то... Нет. Это должна быть система, кадровая система, воспитание, образование, практика и, конечно, производство. Все должно идти постепенно. Ну вот когда мы ходили по территории завода, вы мне показывали те самые трамваи легкие, которые планируются и уже они создаются, я так понимаю, которые через какой-то промежуток времени будут двигаться по мытищам. Мечта это осуществится наконец-то для мытищности? Я считаю, что то направление, которое мы избрали очень давно, более 20 лет назад, мы со страхом писали письма в соответствующие органы, чтобы депо, челобить его, была площадка запланирована, отведена, и она была, сохранялась. И сегодня правительственные органы, впервые в истории вам скажу, что на нашем заводе побывал президент страны, а премьер-министр знакомился лично с производством нашей продукции. Все понимают, что этот завод находится в числу самых таких сложных машиностроительных заводов, в котором и сохранилось производство, и имеет опыт воспроизводства этой продукции. Вот это самое главное. В 15-16 годах, я думаю, что первое метро будет в Матище, и потом оно дальше пойдет на Королев, я так думаю. Юрий Петрович, вот все-таки я бы вернулся немножко к митингам, которые в том числе не так давно прошел в городе Матище, и ваша инициативная группа его организовала. Сколько там собралось людей, для чего собрались, было ли какое-то единство мнений? Боялись, а придет ли народ. Температура была все же достаточно прохладная, 20-ти градусов, но когда мы пришли к Дому культуры, то увидели массу народов, мы даже очень обрадовались, и народ добродушный. Я даже потом встретил своих сослуживцев, когда-то у меня работали в подчинении, мой заместитель даже пришел, ему уже далеко за 80, и он пришел с таким большим внушением, и сказали, что хорошо, что организовали вот этот пенинг, поддержку именно стабильности, потому что все пришли, большой опыт жизненный у нас на заводе и в районе, и знают, и все жители Матищи знают, какие были Матищи, какие стали, и, конечно, хотят и сохранить, и дальше двигать эти Матищи вперед. Юрий Петрович, ну, в резолюции митинга была оказана поддержка и доверие одному из кандидатов. Да, ну, потому что мы ежедневно все смотрим телевидение, видим, как ведут себя наши кандидаты, и все понимают, что сегодня, конечно, единственный кандидат, наиболее подготовленный, прошедший большую горнилу всех перипетий на международном этапе, побывал на всех стройках, по всех школах, больницах, то есть он знает уже это все не про слышки, а знает и про чувствовал это. И сегодня его не только призывы, но и действия уже заставляют себя ожидать с положительной стороны. Мы всячески это оцениваем, тем более правительство громогласно заявило за промышленное развитие России, а так как наш завод является одним из центров этой промышленности, мы всячески поддерживаем это направление и считаем, что лучшим кандидатом на президента является Путин Владимир Владимирович. Ну вот многие в интернете сейчас пишут о том, что люди на такие митинги в поддержку стабильности, развития, кандидата сгоняются административным ресурсом, приходят не по доброй воле, что это все спланировано чуть ли не самим кандидатом. Даже воборот, я здесь как-то уже после митинга позвонил Викторе Сергеевичу Азару, слушай, мы вот там полчаса в митинге провели, вы на нас не обижаетесь? Он говорит, нет, ну что, раз уж вы начали это дело, пожалуйста, проводите. То есть власть не только ее, она даже практически руководитель и не знал этого, что проводится в митинге. Поэтому нас, конечно, радует то, что именно сегодняшнее направление, которое взято с наших жителей города, оно поддерживает инициативу нашу, я считаю, поддерживает. Многие люди сказали, Петрович, мы все пойдем голосовать. Какая-то дальше работа ведется? Ну как, мы как инициативная группа, конечно, понимаем, в эйфории здесь большой лет, в то же время понимаем, что здесь зерна брошены в массы. Я уверен, что это пройдет с положительной точки зрения. Надо будет провести определенную работу среди еще населения, потому что не до всех это, ну я понимаю, была холодная погода, мы не до всех дошли, я думаю, но сегодня уже знают об этом митинге, я не знаю, все мотивы уже знают, и дети, и школьники, и взрослые пенсионеры. Это вот нас радует. Я благодарю вас за интересную беседу, за экскурсию. Желаю успехов и вашему движению, надеюсь, что вы будете услышаны, вас поддержат. А главное, желаю вам счастья и здоровья. Уверен, что 115-летие завода будет отпраздновано достойно. И мы вместе побываем с вами, когда будет 150-летие, на, собственно говоря, открытии. Ну, на 150-летие я не знаю, а 115-летие я точно буду здесь, потому что мы считаем, для нас, для меня лично завод – это все. Это для меня номер один. Я живу только этим, что я живу с заводом. И моя семья. А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь ровно на неделю. Встретимся, как обычно, в субботу вечером. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова